Ну да, и Юрий Адачу заговорил, что сейчас дальняя лапка, поэтому здесь уж попасть-то на пересменке где-нибудь, да? Застревать нельзя, да. Не в том смысле. Опа! Стридача в силу, на обратную тачу! Бой! Мазиаген! Под нулевые практический угол! Зашлыли в руку кушайбу, но это технический приём вроде того, что Дапоста исполнял, помнишь тогда, да? Не было ни времени, ни пространства. И нулевой практический угол, и ликование среди болельщиков магнитки, которые выходят вперёд. Всего лишь 5 минут 9 секунд в Абертане сыграть пришлось. Купит Абертану выигрывает за счёт дубля своего Кафетана. Безусловно, надо смотреть этот шаг, у армейцев была возможность забить не так вот, буквально. Ну, так они и катались. Момент здесь, тут же момент там. Момент здесь, тут же момент там. Утешает, утешает. Вот сейчас Иван Телегин и Илью Сорокина, и тут со скобом-то пропадёт. Так нет, они и разыграли всё своё. Очень непросто. Полно забраться на показание. Это два раза вымерт. Да, и не успел. Просто не успел переместиться Сорокин. Да, на позицию Сорокина. Совершенно верно. А там уже вернули шайбу на петал, что первый на остоке. Первый на остоке оказался Сергей Мазекин. И из такого угла, будучи ещё, кстати, праворуким игроком, не так просто попасть. Но Сергей Мазекин сумел это сделать. И надо было поднимать шайбу над щитом Сорокина. Ну и мастерства хватило Сергею Мазекину. Итак, Магнитогорский металлур выходит вперёд в серии со счётом 3-2. И если послезавтра он выигрывает у себя на площадке, то он выигрывает кубок Гагарина.